В новый политический сезон парламент Казахстана вступил с новыми правилами игры. Законодательный орган страны демонстрирует небывалую открытость. На обсуждение депутатских поправок в закон о дорожном движении впервые пригласили в несистемную оппозицию. Общественники и политики, критикующие действия власти, удивлены. В Казахстане такая культура не существовала в должной мере. И это было заявлено с приходом спикера в очередной раз на этот пост. И первые заседания мы видим, эти приглашения находятся. Я приветствую это, но я не питаю иллюзий. Потому что просто дискуссии, на которых повыступали, выпустили пар, а потом, когда принимается решение, они принимаются с закрытыми глазами и принимаются так, как удобно тем, кто будет уже голосовать, это будет не совсем верный подход. Пока это начало, цыплят по осени считают. Новшества представители гражданского общества связывают с недавней критикой президента страны в адрес депутатов и министров. Назарбаев обвинил их в том, что они разрабатывают и принимают законопроекты, забыв спросить мнение народа. Последствием наспех принятых поправок в земельный кодекс, позволяющих продажу земли казахстанцам и долгосрочную аренду иностранцами, стала волна митингов и протестных настроений среди граждан. Я думаю, что многие факторы на это влияли, в том числе и протестные выступления в связи с земельными вопросами. Но я думаю, здесь есть еще и другие вопросы. В Казахстане все-таки стоит вопрос преемственности власти. В Казахстане все-таки стоит вопрос о необходимости дальнейшей демократизации. И в связи с этим, вероятно, на такие шаги пошли. Теперь все пленарные заседания Можилиса будут транслироваться в онлайн-режиме. Тексты законопроектов, находящихся в работе, обещают публиковать на сайты. Журналистам обеспечивать беспрепятственный доступ на все заседания. А в регламент Можилиса внесены изменения, расширяющие полномочия партийного меньшинства в составе парламента. На протяжении предыдущей сессии парламента было несколько случаев, когда депутаты от партии, от других фракций не получали права выступить в ходе премии. И в этой связи только нами пять раз направлялись предложения обеспечить право партийных фракций на выступления в парламентских премиях. Такие нормы имеют широкую международную практику, когда законодательством целого ряда стран развитой демократии гарантировано право выступления депутатов от партийных фракций и парламентского меньшинства. Но пока говорить об абсолютной открытости в работе Нижней палаты парламента рано. При входе в здание Можилиса у приглашенных на заседание изымают ноутбуки и гаджеты. Айнур Коскин, организатор «Спанов», настоящее время.